Всем привет! Сегодня я снимаю такой незапланированный влог, потому что на самом деле сижу сейчас, размышляя на кое-какие темы и поняла, что мне бы очень хотелось получить ваши какие-то отзывы, ваше мнение. И в общем-то да, что касается темы этого видео, то если вы смотрите, следите за моим каналом, то вы наверняка заметили, что на канале появилось намного больше влогов. И я периодически люблю менять какие-то рубрики, какие-то темы своего канала, он все равно остается в бьюти-сфере, но мне как-то хочется все время пробовать что-то то одно, то второе, то третье, потому что надоедает снимать одни и те же темы, там какие-то обзоры или какие-то макияжи или какие-то там, не знаю что, советы. И я продолжаю это делать, потому что я знаю, что вам это нравится, вы это любите смотреть, но тем не менее у меня на канале появилось довольно много влогов. И мне очень нравится их записывать, мне очень нравится такое более живое общение со своими подписчиками, просто на какие-то обыденные даже темы и не только там какие-то советы, какие-то просьбы мне часто приходят, там что-то посоветовать или мое мнение высказать о том или ином продукте, а там метод нанесения и так далее и тому подобное. Так вот, возвращаясь к нашим баранам, если вы смотрели мои влоги, то наверняка видели, что я снова начала заниматься спортом и спорт на самом деле я очень люблю, я всегда стараюсь чем-то заниматься, но самая большая проблема это конечно мотивация для большинства людей, потому что мотивация пропадает довольно быстро. У каждого свои причины, кому-то надоедает, что одни и те же упражнения, кому-то надоедают одни и те же там тренажеры и в общем-то да, мотивация это очень большая такая сторона вообще занятия спортом. И у меня лично складывается так, что я перестаю заниматься спортом не от того, что мне надоедает, а от того, что я получаю какую-то очередную травму, потому что я всегда, если начинаю заниматься, то я всегда очень рьяно так берусь за это дело, начинаю очень сильно себя выжимать там просто вот так вот и заставляю себя делать, наверное, больше, чем нужно. И таким образом я уже очень сильно убила себе все суставы. Изначально у меня были больные колени, колени у меня сейчас вообще это самое такое мое, как бы хрупкое место в плане спорта, но вот где-то, наверное, с года два назад, когда я очень интенсивно занималась, и я тогда смотрела, кстати, свои старые видео, я была очень какой-то худенькая вообще по сравнению с тем, какая у меня пачка сейчас вообще на видео, и вот два года назад я там была такая вся вообще вот такая вот, ну, неважно, короче говоря, я тогда очень интенсивно занималась спортом и заработала себе очень серьезные травмы суставов практически всех. У меня бывает ниг, когда у меня болит просто все, вот начиная от запястья, локти, плечи, там, я не знаю, ноги, там тоже, лодыжки, колени и так далее и тому подобное. И вот сейчас вот, когда я опять начала заниматься, я вот прям заставляю себя не усердствовать и вот все-таки быть в какой-то золотой серединке, не слишком сильно напрягаться и не слишком там как-то вообще никак не напрягаться, для того, чтобы как можно дольше все-таки сохранить свою мотивацию. И, в общем-то, да, я очень много наговорила, но о сути видео, к сути видео я так и не пришла. Я вот сейчас вот покопалась в интернете, ну, не сейчас, я уже довольно долго копаюсь на эту тему в интернете и хотела найти что-то, что будет как-то, наверное, следить за здоровьем, следить за режимами моей тренировки, чтобы все было как-то более правильно, не просто прийти в тренажерный зал, побегать там, чего-то там, гантели потягать и как бы думать, что ты сделал себе что-то хорошее, хотя на самом деле действительно можно сделать себе даже хуже, если ты занимаешься неправильно. Сейчас существует великое множество разных гаджетов, всякие там браслеты на руку, которые меряют твои шаги, меряют там, замеряют твои биоритмы сна, там будет тебя в стадии легкого сна и так далее и тому подобное. Я очень долго хотела себе купить такой браслет, но когда я начала анализировать, я поняла, что это абсолютно бесполезная для меня штука, потому что я практически не хожу, в общем-то, пешком. Это, наверное, плохо, конечно, но так и есть, поэтому такой браслет, по сути, мне абсолютно бесполезен. Он будет показывать результаты, которые я все равно не смогу никак сопоставить со своими тренировками в зале. Некоторые, да, отслеживают бег, но тем не менее, мне кажется все равно, что браслет – это не самое главное, что мне нужно в плане достижения моей цели. И вот я сидела, смотрела разные и браслеты, и разные штуки, пришла к выводу, что когда я занимаюсь сейчас в тренажерном зале, то у меня проблема в том, что я не знаю, какой у меня пульс. И пульс у меня зачастую так повышен, он у меня в обычном состоянии где-то около 90, наверное, и когда я занимаюсь, он у меня может зашкаливать там за 150-160, это уже очень много. И я подумала о том, что сейчас мне еще не хватает только сердца себе угробить, пускай я там не похудею на лишних там 3 килограмма, но по крайней мере у меня будет здоровое сердце. И кардиозанятия, кардиотренировки, они тем и хороши, что они не только хорошо сжигают жир, но они еще также очень хорошо укрепляют сердце, укрепляют в целом организм. Поэтому, в общем-то, я пришла к тому, что я себе решила заказать пульсометр. То есть это такое приспособление, которое цепляется вот так вот на грудь, или есть тоже браслеты такие, которые измеряют пульс во время тренировки и держат вас постоянно именно в вашей идеальной зоне тренировочной, потому что на самом деле, когда мы занимаемся, очень легко уйти в красную зону анаэробную, когда органам уже не хватает кислорода, и это очень сильно вредит. Очень много перечитала разных обзоров в интернете, и на самом деле те приборы, которые измеряют пульс, их очень мало. В основном все браслеты, они измеряют там шаги, еще там что-то измеряют, но вот пульс практически вообще ни одни из этих браслетов не измеряют. В итоге, почитав отзывы, я нашла вот такой вот пульсометр от JARF. Отзывы на Амазоне на него очень хорошие, там в основном все ему ставят позитивный какой-то фидбэк. Сейчас если найду звездочки, на 5 звезд у него большой столбик, там 4, 3, 2, 1, тоже довольно маленький. И стоит, что самое интересное, он недорого, я его купила за 27,95. И эта цена на самом деле очень низкая, потому что то, что мне понравилось, вот кстати сейчас я вам тоже покажу, называется он Mio Fuse. И вот эта штука, она очень классная, мне она понравилась тоже. И по отзывам тоже очень хорошая, но эта зараза, вот в форме браслета, она не нуждается в дополнительном каком-то креплении на грудь, но эта зараза стоит 150 долларов. И я решила, что 150 долларов это довольно большое сейчас вложение для меня будет, потому что я не знаю, насколько хорошо эта штука со мной сроднится, насколько я эту штуку полюблю вообще, и как она мне будет помогать. Поэтому я решила пока обойтись вот таким вот бюджетным довольно вариантом. И как эта штука работает, вот она из себя представляет, вот где-то сейчас покажу. Вот на девушке оно надето, вот под ваш спортивный бюстгальтер вы это надеваете. И она тоже работает вместе с телефоном. Вот там список приложений, к которому можно подключиться, и которые в реальном времени будут показывать вам ваши какие-то данные. То есть сколько вы там уже пробежали, какой у вас пульс, там, ну, разные-разные, в общем-то, всякие данные оно считывает. Пульсометр этот ко мне еще, к сожалению, не приехал. Я его только 22 марта купила, и где-то он, наверное, через недельки только две еще ко мне приедет. И тем временем, пока я его жду, я решила заценить все эти программки, которые здесь указаны, что они подключаются к моему пульсометру. И я нашла приложение на телефон, которое называется RunKeeper. Оно выглядит вот так вот, вот оно у меня здесь на телефоне, и вы его включаете. И чем оно классно, чем оно мне понравилось, это тем, что, ну, сначала здесь можно забить там просто какую-то информацию о себе. У меня здесь мои цели все практически еще по нулям. Но что мне понравилось в этой программе, так это то, что здесь можно поставить, во-первых, свою цель. Например, это там, если у вас это похудение, это там похудение, если для вас это подготовка там к забегу, к марафону, неважно. Тоже можно такую цель поставить, то есть какие-то себе ставить цели насчет того, сколько ты пробежал, в каком темпе, какими интервалами и так далее и тому подобное. Здесь еще очень прикольная штука в том, что можно добавлять друзей. Те, кто скачал себе эти приложения, можно между собой коннектиться, делиться своими достижениями. И что самое-самое классное здесь, это то, что можно подписаться на тренировки. Это тренировки, которые реально забиваются в ваш календарь. И, кстати, программа эта бесплатная, поэтому ничего оплатить не надо. Здесь можно перейти на элит-версию, но у меня пока жабы давят, я пока не хочу на элит-версию переходить. И, в общем-то, да, я подписалась здесь на тренировку, которая начинается 29 марта. И она будет длиться на протяжении трех месяцев. И заканчивается она у меня как раз за день до моего дня рождения. Я решила, что это довольно знаково, что мне стоит записаться сюда. Записаться, кстати, это тоже, это не стоит никаких денег. Просто вы записываетесь в какие-то определенные дни. И почему программа построена так вот по записи, потому что одни и те же люди будут проходить вместе с вами все эти тренировки. И вы с ними можете делиться результатами, как-то достижениями, какими-то мотивациями. И вот так вот выглядит, собственно, тренировка. Вот определенные дни. Сегодня 27-й. И вот у меня 29-го начинается моя тренировка. И 29-го числа вот оно мне говорит, что мне нужно будет 30 минут бегать с ровным пульсом, с ровным, в общем-то, в ровном темпе, в общем-то, бегать 30 минут. Дальше там следующая тренировка уже там 31-го числа. Опять-таки, это будет 30 минут ровного бега. Потом в четверг, 2-го апреля, тоже опять-таки ровный бег 30 минут. 6-е, по-моему, да, 6-е апреля у меня уже будет интервальная тренировка, вот, которая будет 3 на 3. То есть 3 минуты отдыха, 3 минуты бега, 3 минуты отдыха, 3 минуты бега, отдыха. И, в общем-то, здесь на 3 месяца расписано, как вам нужно заниматься. И к этой программе, еще когда подключаешь пульсометр, то она держит вас в той зоне, которая полезна для вашего организма. То есть вы мало того, что достигаете того результата, который вам нужен, так вы еще и, ну, скажем так, не вредите своему здоровью, что для меня очень важно, на самом деле. И к чему, собственно, я это все подводила? Все эти, я не знаю, сколько уже, больше 10 минут, наверное, говорила. К чему я, собственно, это все подводила? У меня появилась идея, что если вы тоже задумывались о том, чтобы пойти в спортзал, или просто заняться бегом на улице, или, там, может быть, дома на тренажерах, то мы бы с вами могли, например, вот все скачать эту программу, добавиться друг к другу и друзья, и как-то друг к другу стараться мотивировать по поводу того, что мы сделали, как мы побегали, как мы там, в общем, какие вы молодцы. И, на самом деле, сразу скажу, это не какие-то там, я не знаю, не какая-то там реклама, то есть мне эта программа вообще не знает о моем существовании, поэтому никаких там ссылок я на нее оставлять не буду. Хотите, качайте эту, хотите, качайте другую, либо вообще ничего не качайте. Это дело ваше. У меня сугубо такая вот идея, что мне бы хотелось с вами как-то вот в какое-то сообщество вступить и вместе стараться достигать результата. Особенно сейчас вот весна, очень многие пытаются сейчас заниматься спортом и думают, надо, не надо, или лень, или не лень, или там, пойду, не пойду, пойду завтра. А это вот, чем мне понравилась эта программа, так это тем, что она действительно как ваш личный тренер. Не нужно платить деньги там какому-то личному тренеру в спортзале, она вас заставит делать то, что вам нужно. И вот в плане меня я еще себе купила дополнительно пульсометр, который опять-таки я его купила за свои деньги, то есть ничего там рекламировать не буду, тем более я не знаю, как он работает, приедет, я расскажу. Поэтому бежать его сейчас заказывать я вам, конечно же, не буду советовать. Когда он приедет, я обязательно вам сделаю апдейт, как оно все идет. Но тем не менее, почему я делаю это видео сейчас? Потому что тренировки начинаются 29 марта, и это видео, скорее всего, будет загружено как раз-таки 29 марта после моей первой тренировки по этой программе. И, в общем-то, если бы вы хотели присоединиться, к этой же программе можно будет еще присоединиться, там вам просто будет писаться в скобках, что вы уже пропустили одно занятие. Ну, бог с ним, в общем-то, я думаю, одно занятие не так уже и страшно, но тем не менее, в общем-то, скажите мне, было бы вам это интересно, было бы вам интересно, чтобы я снимала какие-то влоги спортивные, то есть вот сугубо нацеленные на спорт. Как я позанималась, что я ела, какие у меня результаты, где я там согрешила с едой, где согрешила с тренировкой, может быть, не пошла. В общем-то, вот очень интересно, будет ли вам это действительно интересно, и как вы думаете, стоит ли для моих влогов в целом заводить отдельный канал, или же просто выделить какой-то отдельный день на моем канале, потому что я знаю, что кому-то это абсолютно неинтересно, кто-то и так с идеальной фигуркой без спорта, завидую, конечно, но тем не менее, стоит ли мои влоги переводить на какой-то отдельный канал, или, может быть, выделить им какой-то день на моем канале, или, может быть, я не знаю, заместить какое-то бьюти-видео. Сейчас я загружаю видео два раза в неделю, один раз в неделю это какое-то бьюти-видео, второй раз, второе видео это зачастую влог. И мне вот сейчас очень нравится такой вот темп, но если вам не хватает бьюти чего-то там, каких-то тем девочковых, то я могу постараться, по крайней мере, делать три видео в неделю, то есть два раза это будут какие-то бьюти-видео, один раз влог. В общем-то, мне очень-очень интересно узнать ваше мнение. Блин, это видео супер длинное получилось. Я очень надеюсь, что вы меня еще смотрите. Так вот, да, вот такие вот мысли сейчас крутятся в моей голове, что мне бы очень хотелось со своими подписчиками вот так вот начать заниматься спортом, по одной какой-то программе, делиться какими-то достижениями. Я вот думаю, что было бы классно снимать влог на протяжении недели, там какие-то маленькие кусочки, и потом их все склеивать в одно, то есть как я позанималась, сколько я пробежала по этой схеме, сколько там калорий спалило, сколько там, что я ела, может какие-то рецептики вам новые подкину еще тоже диетические. В общем-то, да, скажите мне, что вы думаете, понравилась ли вам в целом моя идея, и, да, буду надеяться, что понравилась, и даже если кто-то один ко мне присоединится, мне будет очень приятно, что я вот как-то в такой вот тесной связи нахожусь с одним из своих подписчиков. В общем-то, да, буду ждать ваш фидбэк, и на этом буду заканчивать это длиннющее видео. Спасибо вам большое, если вы его досмотрели до конца, и, в общем-то, да, жду ваши комментарии внизу. Пока-пока!